Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Сегодня мы в очередной раз встречаемся с вами в рамках программы «Конституция. Мы». И сегодня у нас уже 76-я по счёту передачи. У нас в гостях очень известный в республике человек Алиса Битаглы. Это управляющий директор акционерного общества «Якуцемент», народный депутат республики. Вы уже четвёртый раз избраны. Будем говорить, это очень большой процент доверия населения. Ну и я хотел бы отметить, что Алиш Забидович является почётным гражданином нашей республики. Тема нашего разговора – человек, труд и общество, социальная ответственность бизнеса. Алиш Забидович, я вас приветствую в этой студии, очень рад вас видеть. Ну, конечно, когда мы говорим о Конституции Российской Федерации, о Конституции Республики Саха-Якутия, мы понимаем, что в первую очередь это реализация основных прав и свобод человека и гражданина. И в этом смысле ваша жизнь очень интересная. Давайте начнём с вашего детства. Кто ваши родители? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, всем добрый день и слушателям, и телезрителям. И вам, Александр Николаевич, очень благодарен. Мы ровесники. Чуть-чуть, в один год родились все, в 18-м году. И вот судьба, наверное, определённая, что я родился в день рождения Хангаласского улуса, 10 февраля. И вот, естественно, детство у всех похоже было в те годы. Был большой союз, большие порядки. Естественно, родители, отец всю жизнь работал на поле, будем говорить, о том, что у нас деревня располагается в северных склонах нашей Азербайджана. Кавказские горы, кукуруза, зерно. Основной вид вообще табак, щелкопрятство. Этим всем я занимался. У нас даже третьего класса все этим занимаются, надо родителям помогать. Мы выросли, семь братьев. Все хотели, наверное, сестру. Поэтому вообще погодки все там. И в течение там 10 лет семь братьев. Я в второй семье. И вот сказать, что сложное детство не так. В нашей деревне на юге всё-таки находится Кавказ. И всё растёт. И куруша, и вишня, и черешня, виноград, арбузы, дыня, фасоль. Мы больше любили сажать. И мы держали коров, два коров, буйвол. Я вырос всегда, говорю, буйволенное молоко, буйволенное масло. Это очень особое. Поэтому, как и вспоминают, была у нас средняя школа. И соседние даже 4-3 деревни, у них было до 8 класса. А у нас была урташкола. И наша урташкола объединял, она полная была. Когда мы заканчивали, 26 детей заканчивали, учёба быстро прошла. И нас учили труду. И дом один труд. И наши уроки труда всегда на поле, на кукурузах, чистить. И нас возили на разные мероприятия. Табак особенно. Поэтому вот она быстро прошла. Я 16 лет в школу пошёл. Я февральский, но пошёл, не 7 лет был. Ну, поэтому я раньше закончил школу. 16,5, Денису закончил уже, потом поступал. 21 год я к Утии приехал. Ну, вот от назидания родителей, что вам запомнилось больше? Отцовская или материнская? Естественно, они трудяки были. Мать всю жизнь занимался на самом деле. Не только воспитанием детей. У нас деревня Доспольный садик. Она считает, что много детней семьи дом, как садик. А так, мать всегда занимался домашней. И табак выращивала. Это женский труд. Мы ей помогали. Отец всегда, естественно, отец маленько жёсткого характера человека был. Он дисциплину любил. За корову ходить, постушить. Мы знали, как тысячи коров весь день постушить. Или я в 8-7 классе зарабатывал деньги. Ходил кладку делать, бетонную блоку подавать, раствор делать. Деревня сейчас недомостроится. Везде работа есть. Постушить учитель не может. Ахсакал кто-то не может. 10 рублей тогда. 8 рублей. И этого помогало. Галошу купить, одежду купить. На школе тетраду купить. Сладосты купить. Пойдём, говорит. Поэтому очень интересная такая была. И, естественно, добру учили. Наши деревни. Я считаю, что все время из детства говорю, что, оказывается, без денег можно быть добрым человеком. Вообще здоровый пацан в одних рубашках рваных. И тебе всё можно любить. Кому туалет помогает? Огород. Пойдёшь, кому скажешь, курицу надо отрезать, принести. Иди в магазин сбегать. Это я сейчас вспоминаю, когда Хайсы правильно учили нас. Я всегда один момент жизни рассказываю. Отец гордился со мной. Меня соседка дала деньги, 10 рублей. Сказала купить сахар и масло. Я пошёл, отдал 10 рублей. За бумагу очень крутой человек был. Он там играл. Он вернул меня обратно 8500. А я ему давал 5 рублей. 5 дал, он вернул 8. И сахар дал, и масло дал. Я всю дорогу думал, обратно вернулся. Говорю, вы неправильно почитали. Он говорит, иди учись математику. Ну, я потом показал, когда он понял, что точно я давал 5 рублей. Он думал, 10 давал. И он вернул. А потом, оказывается, через полгода на родительском совещании, собрании, деревни отца пригласили. И отец вечером вернулся очень гордый. Мама говорит, что-то случилось. Прямо улыбается, ходит. Обычно после стенокоса ругается. Чего-то там, корова бегает. Этот, к курице бегает. И вот отец пришел, оказывается, меня голову погладил, ушел. Маме сказали, что в школе сказали, что смотрите, какой парень растет. Вот этот случай рассказал, что он, не имея денег, задачу вернул. Забрал меньше. Этот случай... Ходил мне младший проговорит, да, дурак ты, надо было потратить, да. Но я думаю, с тех времен у меня заложен, что помогать, добрым быть, необязательно богатым директором, депутатом, необязательно. И это можно иметь. И мы очень такая деревня выросли. На самом деле-то поворотство кавказское, оно очень воспитывает, серьезно воспитывает. Ну вот, в вашей биографии служба в рядах советской армии. И вы в Тикси проходили службу в Булунском районе. Что запомнилось, когда вы выполняли свой долг перед Родиной? Ну я до армии был год в Москву, работал в землетном заводе. И как выбрал сам, приехал мастером. Ну меня призвали сразу. Я приехал в августе, сентября ходили. Ну военкомат попросили, что молодой, не убежишь, нет. Ну давай до весны. Я весной, меня призвали, и спокойно. И я только весной узнал, и до спору удивлен, что наши великие Якутии, самые герои России, рождаются здесь. И здесь войска нету. Только Тикси. Синезисти, и там стройбат. И меня сказали, Алиш, у тебя шансов нет, Якутии вообще войска нету. Только говорят, около Дейска был маленько, да, и у Максулоха был, из Якова охраняли маленький отряд. Это не войска такая. И поэтому говорят, ты попадешь за Байкаль или куда. Вот меня уговорили, подсказали, и я чуть ли не договорился, что поехать в Тикси. Ну и инженерный строитель, уже опыт есть. В суреотрядах был Калининской области два года. Ачёры был, и там город Кашин был. Потом был, как называется, Пермская область, суреотряд, командиром отряда был уже 55 студентами. Мы уже маленько строили, знали, понимали. Вдруг едешь танкистом. Какой из меня танкист? И я вот попал в Тикси, словно в Сочи, солнце светит дни и ночи, говоришь, да. Тикси, да, самое любимое место для меня. Потому что там другая школа, другой уровень, многонациональная армия. Но я считаю, что не буду говорить о качестве той армии, которой я служил. Рядом связисти, бравенько смотрится, да, а стройбат, она всегда была такая маленько невоспитанный солдат, ранее судимый, оказывается, много ранее судимых за мной служили. Я не знал, что оказывается люди, которые в детстве хулиганили, сидели два года в какой-то детской колонии, они всё равно служат. Ну, я такой армии служил, но закалялся конкретно, я был даже кандидатом партии в армии, компартии. И поэтому это заслуживает, я думаю, внимания, потому что моё образование помогло. Меня увидели, что я большим образованием, а не какой-то пацан хулиган. И меня сразу дали стройкой, садик там строили, нефтобазу строили, Тикси, аэропорт, дорогу строили. На самом деле я руководил. Нивелир, чертежи, большая команда, 25-30 солдат, свои же роты, и полковую планерку ходил. Поэтому я, если говорят, полы мыл, там сидел где-то, дежурство вообще мне запретили. Объявили, что случайно попал в высшем образованием человек, пусть он занимается своей профессией. Я Тикси больше строил, чем иногда сейчас строю, да? А Тикси строился тогда, и стройбаты было доверие. Ну и вот, под Натарев, приобрёв такой практический опыт, вы продолжили свою работу в Масал-Лухе. Вот, пожалуйста, какие были ощущения в трудовом коллективе? Потому что вы же почти с молодых лет уже на руководящей работе начали трудиться, вот, в проте времена. Я помню, вот, под Куйко работал, когда я в райкоме комсомола работал. Он был членом бюро райкома партии, очень такой. Да, я тогда, естественно, с Тикси вернулся, и в солдатском щенеле ходил в контору и сам завод, и меня там работу не дали, директор поменялся. Сказали, уже твои три года, как молодого специалиста, мы тебе не обязаны работу давать. И я, без тех, начальником участка меня взяли, нефтеразведка. Там строительный участок был, и я работал год там. И через год, вот, я человек, всегда говорю, волка ногу кормит. И встречался в разных совещаниях, Масал-Лухе, и меня директор завода говорит, хватит маленькие конюшни строить, и переходи на сам завод начальником укуса. И мне, на самом деле, повезло. Я сильно молодом возрасте, вот, 25 лет стал начальником отдела к обстроению 7-завода, который строил гипсовый рудник Олегминский, известковый завод Масал-Лухе, новый семейный завод, вот, третью печку, да, которую, наконец, мы достроили. И хлеб-завод Масал-Луха, садик Масал-Луха, и вообще объект их жилье. И я попал в большую строительную такую отрасль, уже будем говорить, да, на базе, тем более, 7-завода. И она, я всегда говорю, что наше воспитание, вот вы начали мое детство, у нас все конституции есть. Советская конституция, Азербайджанская конституция, нашей России, нашей якутской конституции, да, и на самом деле конституции могут, они плохих, и не бывают, мне кажется, да, они хорошие, все для народа. И поэтому у нас формируется человек, а если где, не только цели, книги, да, формируется общежитие, где студентам 5 лет живешь. Если попадешь наркоманами, курягами, и попадешь спортсменами, выйдешь таким пацаном. Я попал в борцами, я 5 лет занимался вольной борьбой, да, когда приехал Якутию, попал такой, ну, супер коллектив. Заводу было тогда, в 71-м году, его сдавали, в 79-м я приехал, заводу было всего 8 лет. И это коллектив, это воспитание, это, сами знаете, сколько национальностей, всегда завода работала, да, много. И сегодня у нас всегда 22 национальностей. Раньше чуть больше было. Поэтому я попал, на самом деле, вот успешно, и в общежитие, и здесь, и коллектив. И я выходец, в общем, отслуху, мое другое формирование, знание, даже сегодня русский язык, видите, как бы, я потом уже заканчивал школу родном языке, институт родном языке, и приехал в Великую Россию работать, а выбрал Якутию сам. Ну, просто интересно было. Я тогда не думал, то, что моего, к сожалению, не было знания, что Якутии тоже тюркоязычные, даже я много чего могу понимать, оказывается. А мне декан факультета говорил, не езжай туда, а народ наш, морозный наш, он мне хотел, Маналиев, он его потом нашел через лет 30. Ну, как морозный наш народ, вот, говорят, приняли меня уже директором завода стал. Поэтому вот мое формирование стало коллективом, Максулоха, и бедно ты увидел, в общежитиях 5 лет жил, сам, который построил, и до спорта на семейное хорошее общежитие в центре поселка, да, я держу его в высшем уровне, сам оттуда выходец. Поэтому и потом и квартиры, и дела, и успехи пошли дальше. Да, и я не знал, что я буду работать и иметь, будем говорить, дисплику, маленько знать меня, потому что родина Хайсы, Тегандрхан, родина Ксенфонтова, говорю, Васильевича, родина Барашкова, родина Назарибазейкова или родина первого президента, кто знал момент, куда Батагай мог попасть, да, можно было, меня Тикс хотел оставлять работать. Акайсы судьбу не выбирает, родины, и мать не выбирает, говорят. Я поэтому потом понял, что Акайсы где служить, с кем работаю, какой комсомол, какое поведение. И только получилось, что сегодня какой я есть, я не один. Я хотел жить, работать, братьям помогать. Это же главное. Вот скажите, когда Вы в первый раз встретились с нашим Михаил Ефимовичем Николаевым, и какое вот задание первое получили от него? Михаил Ефимович, да, жалко, что уже года нет с нами, да, но я с ним в 91-м году, у нас союз развалился, наш отрасль, сельско-медный завод, меня назначали в Москве в 89-м году. В этом году ровно будет 35 лет я директор реку Цемента. И меня назначали, как иностранные арбаты, 21 этажей, первая книга. И там, где пиво варжи гули есть, говорим всегда. И в этом 21 этаже, 21 ноября, день налоговиков сейчас, меня назначали там. Потому что раньше даже начальник оккурса там назначали. Вызывали кадр, данные. И поэтому меня замдиректором там назначали. И вот после того, как союз развалился, завод передали республике, тут у меня вообще были знакомы, но все знали по моменту, молодой там директор. Михаил Ефимовича не знал. И он, у меня есть приказ и назначение в 91-м году за подписью Михаила Ефимовича. Он не спрашивая, меня оставили, не пригласили, не сказал вон за двери, да. И он меня оставил директором. Это было вообще для меня типа шок. И народ выбрал, коллектив выбрал. Из Москвы ушли. И подписал Михаил Ефимовича. Я был уже тремя. У меня даже приказы дома есть. В один год назначали меня и Бурнашев, это антимонобольный комитет, и коллектив. И Москве сказал, иди. И Михаил Ефимович потом назначил. И потом, естественно, когда-то посетил завод. И у нас была очень удивительная встреча. Его взгляд на завод, на улицы, проблема. И вот началась наша... Ну, я всю жизнь его боялся, всю жизнь уважал. И, оказывается, он на меня, может быть, имели, видели, изучал меня. И про мой народ спрашивал, сколько у вас в мире, как живете, как в деревне живете. И когда я говорил, что сколько азербайджанцев в России, сколько в Иране, столько в Турции, сколько в Азербайджане, знаешь, как говорили, знаешь свой народ. Но потом, естественно, он в многих местах, Качкасе, Титебе, в Лусах, Улаханане, Улахане, Жерском наследии. Везде мы с ним бывали по разным ситуациям. Да, он когда приезжал, Покровск особенно, Махсавлоге. И он потом и воспитал меня, руководителя маленько другого. Я говорил, что не живи этим маленьким карьером, заводом, посмотри дальше улицы, города, наш народ. Почему мы так плохо живем где-то, где успеваем, где не успеваем. И это его слова, это его школа. Поэтому я благодарен, доверю ему. Он никогда нельзя было меня сделать, 43 года, почетным гражданам республики. И таким образом он сделал, что я после этого прошел много лет, уже 23 года. Я 23 года как нормальный якутский лошадь работаю, на самом деле, и для семьи, и для завода, и для людей. И люди доверяют, зная, что я ваша земляк, ангеловский парень, да, и зная, что Михаил Фимович, как относятся руководители, народ от этого сомнения снимается. Ему доверяют высокие земляки. Почему я должен плохо работать? У тебя же шансы полные. И конституции не мешаете. Да, вот вы провели серьезную диверсификацию. Вы занимались не только производством цемента и так далее, а вы занялись еще и строительством социальных объектов. Вот когда вот пришла эта идея, и соучастие Михаила Фимовича в данном вопросе, как он на это смотрел? В те годы вы сами были хорошей властью республики, да, вы УЛУ свой любите, многое не знают. Думаю, что Ким Кемен Мамедовым когда-то депутаты были в одном округе, да. Они знают, что вы очень хорошо тоже знали, и наш завод, вы знали историю. Мы упали один год уже продажи цемента, всего 76 тысяч тонн в год. Мы сейчас месяц продаем 100 тысяч. И поэтому такой сложный момент был. И Михаил Фимовича были вторые выборы, и о Кемце, когда разговор стоялся, его после инаугурации, он, население, встречался, и меня там слово дали. Я поздравил выборами. Сказал, Михаил Фимович, поздравлять одно дело, голосовать другое дело. Вот в реально 5 лет президент, а нашему лучше ни одной каменной школы нет. А республика тем более, наверное. Поэтому я имею, Максу Лоха, семетный завод, железобетонный завод, керамзитовый завод, минватный завод, покровский кирпичный завод. Все стоят, а у нас заказов нет. Я могу рулить за год, могу год 5 школ построить. И поверьте, он сказал, что для чего это надо? Я говорю, выходи в ваши головы кивания. Работай, парень. Вот он меня тогда... Я одновременно сам строю покровский спортзал, Титебинская школа, Качказская школа, Покровская школа номер 2. И потом так получилось, что это доверие перешло и при Штурове, и при Егора Фанасьевича, якутсемент построили с буквы каменных школ 22 штуки. Сейчас 23-й строим поселку Максу Лоха. Надеемся, в этом году, к новому году, открыт нашим детям перестрой. У нас детей много, школа старая. Поэтому вот другие социальные объекты, мы и так так строили, жилье, хлебозавод для Максу Лоха, спортзал Максу Лоха, профлактория для Максу Лоха. Это были, но потом меня узнали у Салдани. Меня Нюрбе Варвара Андреевна Петрова, моя северная мама, узнала. Она пригласила, что хочу с вами дружить. И она мне сказала, плохим мужчинам не дают почетного гражданина. Значит, ты чего достойешь. Пригласил в ЛУС, я построил Малакайскую школу, школу Игильжи. Так на реке Мархе построить школу очень трудно. Но справиться, зато другом с Нюрбинского улуса Юсколь, Курбусатский наследок, Усалданский улус, или Хадар Чурапча, Чурапчинская гимназия, 8-я школа города Якутск, музей России, моя история, объекты, детский ютуб санаторий. Поэтому Якутцемент начал быть не только произведом цемента, но и маленьким подрядчиком объектов. Хорошо, мы сейчас прервемся на рекламную паузу, потом обязательно вернемся, будьте с нами, с вами очень интересно беседовать. Я думаю, продолжим. Еще раз приветствую дорогих наших телезрителей и радиослушателей в эфире программы «Конституция. Мы». Уже 76-я по счету передача. Я бы хотел отметь, что в студии нам помогают режиссеры Николай Свипцов Айдын и Михаил Эверстов. И у нас в гостях в студии директор производственного объединения акционерного общества Якутцемент Алижа Битаглы, народный депутат республики. Алижа Битаглы, давайте продолжим наш разговор про производственные дела Якутцемента. Вы начали как бы с АЗОВ. Сейчас вот какова ситуация на сегодняшний день? Я вот помню в свое время, в 98-м году ездил в Москву, когда стал народным депутатом от Хангласко-Улуса. И после нашей встречи, посещения Семзавода, завода ездил в Москву, встречался с Вячеславом Анатольевичем Шторовым. Оттуда мы с вами связывались. Тогда, когда было вот на самом таком низком. И после этого вот при поддержке в том числе компании «Алроса» завод развивается, работает. И сегодня вы, конечно же, вся стройиндустрия республики питается вашей продукцией. И, конечно, огромный ваш склад в строительный комплекс. И на сегодняшний день, по-моему, вы бьете все рекорды. Пожалуйста, расскажите об этом. Ну, на самом деле, самый главный успех нашей жизни – это работа. Человек без работы, как у нас в деревне говорили, что плуг не работающий, он ржавеет. А когда плуг работает, земли пащат, он блестит всегда. И поэтому семейный завод – такое предприятие, оно круглосуточно, беспрерывно работает. И когда оборудование работает, дисциплина другая, любовь к заводу, когда много объектов строится, республика, мы везде видим частицы нашего труда – хоть нефтяник, хоть газовики, дорожники, школы, садики, больницы. Поэтому мы этим гордимся, мы гордо, молча свою работу выполняем. Но такие предприятия, как мы, зависимы от политики, особенно промышленной политики наших государев. Раньше, когда-то мне министр промышленности, кто назначал, Якул Семенов, говорили, что график может быть 8-10 лет подъема, потом падение. Но все равно придут в власть, который будет строить страну. Сегодня у нашей страны, тем более дальневосточный вектор, это просто не хватает ни с паской сементы, 2 миллиона с лишним тонн дела, ни в теплом озере, ни у нас. Топылинка все забирается. Особенно у нас не хватает, потому что, сами знаете, что происходит. Даже сегодня мы с вами, вы меня, наверное, в уникальный день пригласили, Айсен Сергеевич сегодня установил первую сваю под новый мост, Ленский мост через реку Лена. Если еще Ленский мост будет строиться, а не если мы уверены, что будет строиться нашего цемента, это вообще будет гордо ходить и наши люди, которые старики, ветераны. Поэтому и хочу знать, с кем ты работаешь. На самом деле, сегодняшний день заводы работают 960 человек, еще мы приедем свои, делаем около 1000 человек, взрывники свои, ЖКХ свои, управляющая компания, котельная, водозабор. Я не отдал ничего в сторону и остался все в годы приватизации, это социальный объект остался на заводе. Я сам тогда говорил, что бизнес тоже маленько социально ответственный. В один поселок ходим, в одну школу ходим, в один садик ходим. Это чужая, это государственная, дорогу должен делать кто-то, а мы только деньги зарабатываем. Живя в своем поселке, семейный завод, себе должен делать и дороги, и подъезды, и помощи, и тем более улосу. Поэтому наше предприятие работает сегодня всех деревень. Даже каждый день я горжусь, что к нам ходят на работу 167 человек, Немигунцы, Ахтёмцы, Покровская, Звероферма, Бестях больше, 57 человек и Булгунхтаха. И у нас хорошие специалисты из Синска, главный механик из Сииты, главный Покровский юрист, главный бухгалтер из Намса, главный финансист из Нюрминской девушки. И меня держит этот косяк. Мы в нашем заводе не знаем, это просто можно хвалиться, где находится ФМС. Я запретил, что мы не ищем ФМС, не ищем мигрантов. Мы должны заниматься своими кадрами. Чем? Хорошая зарплата, хороший колл-договор, хорошие условия работы, хорошее жилье, хороший бассейн. Ну, условия труда еще. Самое главное, условия труда. Техника какая, в каком помещении он кушает, где он души принимает. Сегодня, естественно, страна очень жестко за нас взялась, жестко за экологию, за рабочие места. Это просто и правильно. Я не боюсь, что говорят, хотя иногда в проверках попадаемся, что не все больные. Вот если говорить так, что таким коллективом гору можно свинуть. В этом году мы выйдем около 580 тысяч тонн цемента. В прошлом году был 585. Много мы к оборудине ремонтировали. Сейчас планы рисуем в будущем году 603 тысяч тонн. Это рекорд будет новый. И наша Якутия употребляет. Его даже не хватает. Мы сегодня не обеспечить не можем. Все боялись ЖД-дороги. Открыть ЖД-дорогу мы, Алдан, продаем обратными вагонами и машинами ежегодно 70 тысяч тонн на селектар. И сам Алдан. Ветхое жилье. Из материка даже дешевле, но возить стало логистика, время, короткое лето. Мы оказались, что мы нужны республике. Многое боялись, ЖД-дорог уже, как у цемента закроется. Ничего подобного. И речная артерия, она помогает. Узкую атомную станцию, плиты, семент от нас. Сегодня создается Ленинский ТЭЦ от нас. Новый ГРЭС-2 от нас. Поэтому такое время пришло. Мы даже должны соответствовать требованиям времени. Потому что, Асен Сергеевич, когда завод открывал в 18-м году, День России, он задал вопрос, Алис, я на сколько лет завод открываем? На самом деле, наш завод, тот старый, работал 53 года печи. Новый завод, говорю, минимум 50 лет. И сырье у нас есть, и глина, и известняк, алекхинский гипс. У нас его хватает на сотни лет. Поэтому руководитель такого предприятия, когда у него все Богом дано, природой дано, это я не моментов придумал, да? Он просто попал в счастье там. И в это время надо маленько себя вести и вокруг. Четверо, людьми, кто тебе доверяет, быть депутатом, кто тебе хотя бы нуждается. Маленькие просьбы одного ребенка отправлять на спортивные мероприятия, или на хорошую учебу, или комнатную счастью, или старику одному помогать, или сегодня сегодня сегодняшнюю помогать. Быть в стороне, но это не в моем стиле воспитания, плюс и собственникам надо уметь договориться. Собственники тоже не против. Почему нас не должны уважать? Поэтому в сегодняшней ситуации мы так себя чувствуем, что с нас можно перемирать, потому что и люди этим гордятся, что их не директор. В этом году наша помощь, например, деревням нашим, 29 миллионов на сегодняшний день. Ну, это не пустые слова, это реальные дела. В всех деревнях водопроводов, Булгуктах, Улан-Кананы, мы сделали Чкалово водопровод, совместно Тумули водопровод. В этом году Озерная вода, Каталджюре, на родине нашего друга земля, Кадабрианцева, Анатолий Анатольевич, да, и сеть в дальнюю деревню летний водопровод. Мы даже летом с реки Лена воду не пьем. А там-то надо немного денег. И все валит на государство. Ну, и в таких маленьких проектах мы участвуем, и успех есть, и государство участвует. Вот и наши программы по ПМИ, по местным инициативам, один из уникальных вообще России. Дальнем Восстоке нет, мои собственники удивляются, что за ПМИ. А у них регионов нет, что человек дает, бюджет дает, деревня дает и бизнес дает. И получаются маленькие, хорошие объекты. Ну, вот смотрите, все-таки хангаласский народ, они очень много понимают в политике, являются большими патриотами. Ну, вот вас уже в четвертый раз избрали. Вы мой рекорд уже побили, сейчас идете дальше. И вот вы вспомнили про Анатолия Анатольевича Добрянцева. Вот я хотел бы показать, что вот недавно именно Государственное собрание «Утумен» в серии «Выдающиеся люди республики» издал книгу про Анатолия Анатольевича Добрянцева летом. Вот я издавал книгу «Быстрее, выше, сильнее» про Анатолия Анатольевича, про его спортивные успехи. Вот, пользуясь случаем, я хотел бы вас поблагодарить, Александр Абедович, за то, что вы являетесь генеральным партнером нашего турнира «Памяти Анатолия Анатольевича Добрянцева». И очень солидные суммы выделяете для проведения. Ну, конечно, вот память о человеке, это очень важно. Что бы вы могли вспомнить в тот период вашей совместной работы вместе с Анатолием Анатольевичем тогда, когда он был главой ЛУСа, когда он был первым замминистра экологии республики, когда он был первым вице-спикером парламента. Всё время вы сотрудничали. Очень у него фамилия Добрянцевич, сам добрый человек был. Да, и вообще семья просто удачная, великая семья. И я всеми братьями, сёстрами очень тесно дружим, хлеб кушаем и память держим. И в этой деревне, кто братья живёт, мама живая была. Я назывался восьмым сыном тогда, говорили, что ваш сын маме. Поэтому, на самом деле, такие люди, когда тебя окружают, это тоже гордит. Тем более, мы ровесники, мы с вами вместе, и он вместе. Мы у ЛУСа ничего плохого не сделали. И народу, и населению, школам, садикам. Он всегда старался спорт развивать. И очень интересный, культурно воспитанный человек был. Поэтому, жалко, рано от нас ушёл. А наша дружба с семьёй продолжается, и деревней продолжается. И все вопросы стараюсь решать, потому что память – великое дело. Ну, Анатолий Анатольевич, конечно, был человеком вот такой чистой, экологической души, можно так сказать. Он был очень честен, он был действительно очень добрым, соответствовал своей фамилии. Ну, и сегодня в Хангаласском ЛУСе роль вашей компании «Якуцемента» новый главный бюджетнообразующий предприятие. С другой стороны, вы много общаетесь с населением. Что бы вы выделили? Какой вы опыт приобрели, именно став народным депутатом? В чём для вашего же развития, для завода, может быть? Надо правдой, наверное, сразу-то говорить. И на самом деле мои выборы тогда с вами, тогда первый раз я, Муре, попал под такой молоток, как вы. Я тогда одной стороны в цифрах проиграл. Победил местный хороший парень. И вы знаете, кто вы с ним стали. Потом только депутатом, да, представителем Конституционного Суда Республики и вице-спикером парламента. Я узнал «Якуцем» деревни. Акаисы меня, как директора завода, всегда хорошим хлебом кормили. Я только и с их ходил, и какие-то мероприятия, и всё. А выборы дело такое, что надо знакомиться с коровниками, клубами, холодными школами, садиками. И я объездил тогда первый раз, все деревни улуса. Весенний выбор, акаисы, как директор, был только Качкацей, и Сыхах, и Жемкона был, и Немегюнцы были, и Покровской, всё. А потом вот меня помог депутатство тем, что я те годы сказал, что мы не проиграли. Ваш директор много чего знал. Махзулок, как Нью-Йорк. Горячая, холодная вода, отопление. Дачи такие, дороги. Все дачи водоснабжения имеют, директороснабжения имеют. А рядом, напротив Жемкона, удивился, когда у них ручку писали карандашом. Я думал, почему хоть карандаши, ручку пили бы они. Они говорят, у нас ручки не нужны, наши ручки шариками замерзают, школа холодная. Мне было стыдно, когда эта женщина мне сказала. Поэтому сегодняшний день я горжусь, что всех деревнях вдруг удалось и дружить, и потом быть подрядчиками школы. И сельский, и сельский, и сельский, и сельский, и сельский, и титаринский, и улоконавский, и булоконавский, и качкасский, и даже тех тюрьев, и там покровский, и третья школа, вторая школа. Это же, так будем говорить, уже народ же понял, что я на самом деле не шучу. Раз меня доверено быть руководителем 35 лет большого предприятия, и он должен в Луссом жить. У нас же в Луссу угля нет, газа нет, нефти нет, золота нет, алмаза нет. Есть одна красота. Столбы, Лусс, у нас Клювер, сам река Лена Великая. И гордиться надо, естественно, не обязательно каждому деревню должен быть угольное месторождение, и ближе к городу находимся. Поэтому народ правильно требует. Народ иногда у нас же требует простого внимания, совместной работы. А власть, я думаю, что депутат, он может работать всегда, хвалиться законами, инициативами. А есть депутаты, которые могут просто быть мостом между правительством, народом. Честно говоря, так, да? Это же тоже, ну какая-то законодательная власть, есть исполнительная, есть судебная власть по конституции. Но законодательная, ты исполнительным, ты дружишь, или ты только идешь, говорит, что власть плохой, я хороший. Я говорю, наоборот, мы власти вместе работаем, власти надо уметь договориться, власти надо напоминать. А кайсой я депутатом не был бы, я много проблем. Вот Абрянцева не дружили бы, их деревню в спортзале не было бы. Я Мусова говорил, когда он акционером был. Слушай, нормальный парень, давай, он его глава района. Он себе деревню в спортзале не имеет. Что хочешь? Я говорю, хочу построить. Алманзиков металлоконструкцию взял, перевез по Ленской, разгрузил, появился спортзал в них. И клуб, и гармошка все вместе, да? Сделал Якутиймин за два года нормальный же. Вот это правильно, потому что вот в 2032 году мы будем отмечать 400-летие вхождения Якутии в состав великого российского государства. И я думаю, именно вот Хангаланский Лус всегда славился тем, что он являлся интернациональным. Великая дружба русского, якутского, других народов. Вот вы являетесь олицетворением всего этого. Поэтому вот хотелось бы в завершении нашей передачи поговорить о вашей семье. Кто вас поддерживает? Откуда вы берете свои силы? Что вас радует? Да, это очень самая главная семья, на самом деле. Это мне в Максолухове родились, выросли двое детей, два сына. И от старшего сына два внука, от младшего сына внучка, в Москве, и они там после учебы там остались. Моя супруга, Севинча Алиевна, Мумедова сегодня, она Бадалова была, да, она учительница английского языка была, английско-азербайджанского, когда уступили, когда женились. Поэтому опора, женщина опора. У нас в якутске опора, азербайджанске, пусть никто лишний не говорит. Дом, воспитание, язык. Азербайджане говорят, язык народа, это не народ, а надели, язык матери. Поэтому язык матери, маму учат, воспитывают. Жалко, что старшего сына потерял, но случаются в жизни все беды. Надо быть сильным, что его детей поднят, поэтому стимул есть. У меня внуки пятый класс пошел, в этом году первый класс просился. Второе сентябре младшего внука первый класс проводил. Это был особенный для меня трогательный момент. Так много школ открывал. Стоял с детьми, первый раз с внуками стоял. Поэтому она меня воодушевляет, что они есть. Тимур, Эмир, Сальма, девушка, да, в большую школу пойдет. Невесты мои, как мои дочери. Но дружно живем. Я же такой человек, что раз таким многонациональным коллективом умею руководить маленькой семьей, тоже, скорее всего, пока успешно все. Ну, вообще, вот, Олег Забидович, большие слова благодарности вам, как патриоту России, как человеку, который делает очень многое в нашей родной республике Саха-Якутия. Конечно, вот, ваш коллектив очень многое делает. Хочется передать вашему коллективу большие слова благодарности, большой привет вашей семье, потому что, как вы сказали, не случайно наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин объявил этот год годом семьи. И я думаю, что действительно нам предстоит многие вопросы решать. Вы являетесь соратником наших лидеров. Поэтому я думаю, что впереди очень много интересного. Вы были соратником первого президента, Михаила Ефимовича Николаева, работая с Вячеславом Анатольевичем, здоровым Егором Анатольевичем Борисовым. И сегодня успешно трудитесь с Айсеном Сергеевичем Николаевым. И вот та первая свая дает нам, открывает большие горизонты. Я желаю вам всяческих успехов. И думаю, что все, что в жизни делается, все к лучшему. Вы настоящий оптимист. Мы берем с вас пример в этом отношении. Хорошее чувство юмора. И пусть всегда будет так. Пусть успехи сопровождают вас. Большое спасибо. Всем большое добра. Желаю всем здоровья. Самое главное, никогда не говори, что я отдал всю жизнь Якутии. Я всегда говорю, Якутия меня отдал. Жизнь, детей, друзей, сегодняшние встречи. Якутия дает нам. Спасибо большое всем нашим телезрителям, радиослушателям. Всем успехов, добра.